Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Рукоделие абсолютно для каждой девушки было повседневным занятием, увлечением и просто времяпровождением. Недаром из-под пера поэта Александра Сергеевича Пушкина родились эти строки. Живописец Диего Веласкис написал свою вышивальщицу в начале XVII века. О мифологии Древней Греции рассказывает об арахне – искусной вышивальщице. В сегодняшний музейный урок будет о вышивке. Это наидревнейшее рукоделие, которое в дальнейшем превратилось в настоящее художественное направление. Невозможно точно сказать, где именно зародилось это искусство. Археологи находили иглы для вышивания из камня и рыбьих ребер. Позднее появились разнообразные деревянные крючки и иглы. Вышивали и жилами животных, и льняной нитью, и шерстяной, и хлопком, а позднее и шелком. Древние люди были очень суеверными, и поэтому первые вышивки не были аксессуарами, а служили лишь в качестве оберега. Позже, когда появились разнообразные приспособления и материалы, вышивка приобрела и иную миссию. Она стала украшением одежды, декорированием домашнего уюта, украшением конской упряжи. Позднее появились огромные гобелены. Археологические раскопки помогают устанавливать возраст этих изделий. Например, раскопки на реке Табол под руководством Эмы Радиковны Усмановой 3000-летней давности увенчались огромным успехом. Была найдена ткань, крашеная в красный цвет, с вышивкой на воротнике. Существует много техник вышивального ремесла. Многие из них хранятся в наших фондах. Синелью, крестом, полукрестом, глазью, решелье ажурное, вышивка лентами, шелком, бисером, золотыми нитями, орловский спис, аппликация, кентлик. Перед вами жемчужина нашей коллекции вышивки. Этому фрагменту ровно 100 лет. Народы, граничащие друг с другом, перенимали элементы вышивки, и поэтому сложно определить, к какой народности отнести те или иные узоры и орнаменты. В Европе вышивали постельное белье с фамильными еле заметными знаками. Очень нежная и красивая получалась постель. Вышивка Греции сразу обрела свои элементы. Меандр – это неотъемлемая часть греческой вышивки. Индийская вышивка очень богата и красками, и рисунками, и всегда имеет в своих орнаментах рисунок солнца с расходящимися лучами, впоследствии использованные как свастика. Вышивка золотой бухары – это роскошь и великолепие, от которых не отвести глаз. В современном мире вышивка в плане техники достигла больших высот. Современные пяльцы, канвы разнообразных нитей и всяких мелких металлических, стеклянных и натуральных камней любая мастерица может зайти в магазин и купить все, что угодно, даже с готовыми копиями известных живописцев. Вышивальное искусство – это антистресс, поэтому не утрачивает свои необходимости и в наши дни, а только приобретает все больше интерес у многих женщин и даже мужчин. Милые барышни, впереди долгие зимние вечера. Отложите в сторонку свои гаджеты и телефоны и займитесь вышивкой. На пальце одном, ведерко вверх дном. Конь стальной, да хвост льняной. Что бы это значило? Одна подружка пролезла в руку в ушко. Маленькая, светленькая, весь мир одевает. Маленькая, светленькая, светленькая, самый д lying Продолжение следует...